Сегодня в экономическом календаре. В 11.00 в Дании выйдет индекс потребительских цен в годовом выражении. Превышение ожидаемого уровня показателя приведет к укреплению датской кроны. В 11.15 в Швейцарии опубликует объем розничных продаж. Рост продаж сверх прогноза укрепит швейцарский франк. В 12.00 ожидается публикация базовой инфляции индекса потребительских цен в Норвегии. Превышение прогнозов увеличит спрос на норвежскую крону. В 16.15 будет опубликован объем строительства новых домов в Канаде. Выход данных ниже прогноза станет неблагоприятным фактором для канадского доллара. В 18.00 выйдет индекс тенденции на рынке труда Соединенных Штатов. Рост значения индикатора относительно прогноза будет способствовать укреплению американского доллара. В 18.30 Банк Канады опубликует обзор экономической конъюнктуры. Оптимистичный взгляд на будущую экономику страны может стать бычьим фактором для канадского доллара. В 20.40 с речью выступит член ФОМС Денис Лохард. Тезисы его выступления могут оказать краткосрочное влияние на доллар США. Обратите внимание, завтра в 12.30 по московскому времени в Великобритании будут опубликованы данные по объему производства в обрабатывающей промышленности в месячном выражении. Свежая статистика может повлиять на динамику британского фунта, увеличивая шансы заработка на его движении. Аналитики Банк оф Америка и Джейпи Морган в долгосрочном прогнозе предполагают восходящий тренд пары британский фунт-американский доллар. Будьте в курсе происходящего, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максим Маркетс теперь в прямом эфире на ютубе, подпишись и будь в курсе.